По идее, у него должен быть договор на вывоз мусора. Он все свои картонные коробки, весь мусор должен сдавать перевозчику. Он эти коробки валил просто вот сюда, на землю, за мусорные баки. Марина Якубенко рассказывает о конфликте, который произошел у нее с местным предпринимателем. Она сама стала свидетелем того, как тот выбрасывал мусор прямо на землю, недалеко от ее дома. Попытка решить дело миром не увенчалась успехом. Тогда женщина сняла видео и отправила его в профильное министерство. Итог, свалку убрали, предпринимателя оштрафовали. Они все верят, скажем так, в результат позитивный. Говорят, что ну подумаешь, да, ну вот сняла ты, что и будет дальше. А вот сейчас этот пример как раз хорош тем, что уже можно рассказывать, что другие предприниматели, наверное, уже задумаются. Каждый должен выполнять закон. Если у тебя есть павильон, заключи договор на вывоз мусора, сдавай эти коробки. То есть мы, как жители многоквартирного дома, мы платим за вывоз мусора. Почему остальные считают, экономят и не хотят за мусор платить. Вот видео, которое сняла Марина в Министерстве рационального природопользования и экологии. Говорят, в последнее время таких обращений становится больше и это не может не радовать. Значит, люди понимают, что им тоже под силу менять мир вокруг себя. Мне нужны эти обращения для того, чтобы наработать любую практику. Мы сейчас нарабатываем практику по воздуху, по мусору. У меня есть хорошее обращение практику о загрязнении водоемов. Мы тоже сейчас начинаем разрабатывать. Недавно инспектор приехал из Каннска буквально в пятницу и приостановил деятельность тоже по обращению граждан в Каннске. Вот такого предпринимателя, который действительно не имея разрешения, осуществлял выбросы в атмосферу этого города. Такие примеры у нас есть по Ачинску, по Минусинску. Ну и, конечно же, основной массив это по городу Красноярск. А в Сибирском федеральном университете даже открыли школу экологического волонтерства. Первый выпуск уже прошел. Служателям рассказали о юридических тонкостях экологического законодательства и о том, как фиксировать нарушения. В перспективе волонтеры смогут получить статус общественных экологических инспекторов. Это человек, который по федеральному закону об охране окружающей среды имеет право, скажем так, более детально интересоваться состоянием дел на различных объектах. И является он фактически официальным помощником для различных государственных структур, которые занимаются охраной окружающей среды. Если вы стали свидетелем загрязнения воды или почвы, можно снять это на фото или видео и направить по адресу электронной почты, которую сейчас видите на экране. А природа скажет за это спасибо. Ведь найти, к примеру, стихийную свалку совсем не сложно. Люди подчас выбрасывают мусор, где им вздумается. И даже предупреждающие таблички мало кого останавливают. Мы решили тоже попробовать себя в роли экологических волонтеров. Вот это скопление мусора явно не похоже на санкционированное. Мы направим видео в Министерство рационального природопользования и экологии. И надеемся, что в скором будущем этой свалки здесь больше не будет. Анна Московских, Всеволод Никитин. Новости. Субтитры подогнал «Симон»